И поехали! Гол обратно! Время, время, время! Молодец! На стекле фреска. Я такой, фреска, стекло все. Вау! Такой Юрке больше лет. Когда встанет. Так, и нужно быстро принимать решение. Время! Нужно работать на скорость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты понимаешь, что еще активно развитием личного бренда для других людей? Да. Мы об этом обязательно поговорим подробнее. Адель, коуч, который занимается трансформацией и мужчин, и женщин, или все-таки больше девушек? И мужчин, и женщин. Замечательно. Об этом мы тоже поговорим. Ваши соперники за красным столом сегодня. Илья Штопель, Пархат Тухтей. Давайте им поаплодируем. Ребята, сегодня представляю киноиндустрию. Илья прекрасный актер. Скоро будет много замечательных работ. Но многие мы уже слышим в плане озвучки. А Фархат прекрасный сценарист. Аплодисменты обеим командам. Сегодня давайте по всем городам болельщикам вашим пройдемся. Это и столица Астана, и южная столица Алматы. Где еще за вас болеют? Где родные и близкие? Весь Казахстан, я думаю. И не только Казахстан, Лондон, Европа. Да, замечательно. Прекрасно, замечательно. У нас тоже с Россией есть. И Великобритания, и Российская Федерация. За вас сегодня болеют очень многие. Если не увидят нас в телеэфире, то на YouTube-канале Хабар ТВ обязательно. Правила первых четырех раундов телевикторины «Бегом за деньгами». На правом табло обозначены шесть слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются четыре таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно поставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают по 10 баллов. По итогам четырех раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч тенге. Итак, давайте сначала сыграем, потом уже пообщаемся. Эта монетка определит, какая команда первой будет выбирать категорию и, соответственно, первой бежать. И эта команда мужчин, Илья и Пархат, у вас на выбор вопрос о синонимах или вопрос о цветах. Цветы, нет, цвета, простите, не цветы, а цвета. Синонимы, цвета. Синонимы, давай синонимы. Синонимы. Синонимы выбирают мужчины, цвета оставляют девушкам. Итак, подвозьмены в нашей студии Пархат Илья проходят в стартовой кнопке. Сейчас будут разбираться с синонимами. Мы желаем вам удачи, но не от всего сердца. Так, хорошо. Ну, синонимы, собственно, понятно. Сейчас они будут появляться на табло, одно с другим нужно сопоставлять. Самое главное не забывать о времени. Хорошо? Ну, для мастеров слова, я бы так сказал, филологический вопрос. Это нормально. Тем более, первый раунд тут такой достаточно разминочный. Давайте посмотрим на правую сторону табло. Там появляются слова, к которым вам нужно будет подобрать синонимы. Ласка, беседа, образ, стоянка, обслуживание и зрелище. Поехали? Готовы? Да. Три, два, один. Запускаем таймер и побежали. Илья, первый имидж. Так, имидж куда у нас отправляется? Ага, дальше. Следующая табличка для Пархата. Это паркинг. Так. Замечательно, прекрасно. Следующая табличка. Диалог. Диалог у нас отправляется. Ага. Ребята, шикарную развили скорость. И последнее слово. Шоу, 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 шоу. Куда, 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 куда. И бегом обратно. Время, время, время. Молодец! Фархату, это в конце был у тебя прям, я бы назвал это, тройной тулуп. Просто с проворотом буквально ты пересек финишную черту. Это круто. Очень важные 10 баллов за скорость вы заработали. Закончили раньше, чем прозвучала финальная сирена. Теперь ответы. Диалог, беседа. Да. Имидж, образ, конечно. Паркинг, стоянка. Верно. Шоу и зрелище. Правильно. Молодцы. Сразу полтинничек заработала эта команда. Да. Они настроены сегодня, по-моему, серьезно. Да, проходите к себе обратно. Не пугайте только девушек. Хотя таких девчонок попробую испугать еще, да? Это да. Айман, Адель, вы готовы к забегу? Мы готовы. Вас ожидает вопрос о цветах. Он, с одной стороны, тоже пилологический, с другой стороны, здесь нужно еще и знание нашего родного казахского языка. Я надеюсь, вы справитесь. Так, есть догадки по поводу цветов? И вопросы на тему казахского языка. Так, это что они сейчас? Ага, как эти... Первый побежит кто? Кто? А, первый побежит Айман. Хорошо. Ну, давай сначала посмотрим на вопрос. С правой стороны цвета на русском языке. И это белый, зеленый, черный, красный, желтый и коричневый. Слева они же только уже казахша. Окей. Три, два, один. Нажимаем на кнопку и побежали. Первое слово, первая табличка. Сара. Так, куда у нас отправляется? И бегом обратно. Так, 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 так. И хора, хора, хора для Адын. Так. Ага, дальше. Следующая табличка. И Жасол. Так, куда у нас ее отправит? Ага. И Айман такое приняла решение. Последняя табличка. Дождал, дождал, спеть. Дождал. Так, ей прямо в руки. И так. И... Это было интересно. Давайте здесь лучше. Давайте. Аплодисменты, девушка. Мы знаем, что вы обе очень спортивные. Ну, вот вопрос. Удобно ли бегать по платьях? Платьишках. Ну, если не с низкого старта, то нормально. Нормально. Хорошо. Итак, 10 баллов за скорость с трудом, но вы все-таки взяли. У Айман была протянута рука, но самое главное, что у Адели рука была уже... Нога. И нога тоже на фотофинише. Финишная черта была пересечена. Итак, ответы. Жасол зеленый, кара черный, козел красный и Сара желтый. Молодцы! Если бы не смогли ответить на это, было бы очень стыдно. Ну, а, конечно, белый, Конор коричневый. Отлично, аплодисменты. Не так был сложен этот вопрос. Девушки, возвращайтесь к себе. Мужчины, понимаете, это серьезные соперницы. Понимаем. И одна из команд не собирается сдаваться. И мы продолжаем. Поехали! Итак, обе команды показывают классные результаты. И, ну, немножко пообщаемся, да? Чуть переведем дух. Айман и Адель за синим столом. Давайте поаплодируем. Айман, если говорить о различных видах твоей деятельности, да, и семья, и дети, и путешествия, и травел-блогинг, и просто блогинг, и многое-многое другое. Вот сейчас что является твоим основным приоритетом? Приоритеты меняются от целей, которые есть на данный момент. Так. Поэтому приоритет всегда меняется, и нужно, я не люблю слово «жертвовать», но выбирать, в данный момент уделять большее время какой-то одной деятельности, но компенсировать в другом месте со специалистами и менять количество проведенного времени с теми же детьми, например, на качество. А, как интересно, это прям хороший хак на самом деле. Но если говорить о том, что мы видим в социальных сетях, то твой основной приоритет там сейчас направлен на? А мой приоритет, вообще трансляция моего вида деятельности в Инстаграме, это и есть я, что я проживаю сейчас. Поэтому в Инстаграме можно увидеть все, что у меня в приоритете в целом на данный момент. Через месяц это может быть что-то другое. А ты любишь смотреть мои сторис? Конечно, обожаю. Даже когда их где-то 40 штук в день, это все равно классно. 40 как минимум, обычно 100. Адель, если говорить о трансформации людей, вот может быть, понятно, что это процесс, да? Но буквально какой-то один-два совета, с чего стоит начинать? В целом, если так вкратце объяснить, что такое лайф-коучинг через трансформацию, отличается, как бы у людей всегда возникает вопрос, чем это отличается от психотерапии. И суть в том, что терапия, она фокусируется на прошлом и настоящем человека, а лайф-коучинг на настоящем и будущем. То есть изначально человеку нужно иметь какие-то цели, желания, и тогда мы можем уже разбираться и понимать, как к этому идти. Получается, ответ на мой вопрос, попробуйте себе, ответить на вопрос, какая перед вами цель. С этого надо начинать? А больше, чего вы хотите. Хорошо. Звучит на самом деле легко, но мы с тобой, как профессионалы, знаем, это не так легко ответить на этот вопрос, чего ты на самом деле хочешь. На самом деле это самый сложный вопрос, поэтому начать – это самое сложное. Хорошо. Большое спасибо. Джентльмены, мы с вами пообщаемся в следующем раунде. Сейчас нам опять нужна монетка, которая определит, какая команда будет выбирать категорию. А до этого у кого было? У пацанов. Хорошо. Так, синий просили. Синий не получили. Извините, красный. Вновь Илья и Пархат выбирают категорию во втором раунде. Так, и это аксессуары или поэты? Ну, давай. Рискованно, рискованно. Уверен? Поэты? Точно. Я бы так не рисковал. Но с аксессуарами я тоже не рисковал. Но, к сожалению, третьей категории нет на выбор, поэтому... Давай так. Ты за какую категорию, я за одну, и мы повторим знаменитый способ. А, кстати, да. Аксессуары. Поэты? Поэты, давай. Да, давай. Аксессуары. Аксессуары. Хорошо, джетмены, проходите сюда. Поэта вы оставили девушкам. И вот сейчас очень интересно, насколько в этом плане сулипа было правильным решением. Давайте посмотрим на правую сторону табло. Там появляется, ну, скажем так, предназначение, я бы сказал, того или иного аксессуара. Поехали. Это рубашка, время, деньги, ключи, галстук, компьютер. Слева аксессуары, которые подходят к тому или иному, так сказать, слову. Три, два, один. Поехали. Первая табличка и первый аксессуар, который появляется на табло. Портмоне. Так, давайте похлопаем ребятам, им нужна ваша поддержка. Так, так, быстрее, время. Дальше, следующая табличка. Это запонки. Так, и, ага, замечательно, прекрасно. И куда, 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 куда? Конечно, так не просто можно, так нужно. И следующая табличка. Зажим. Ага, так, и зажим. Последняя табличка. Должны успеть. Пархат, так, так. Брелок, 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 брелок. И. А я, прикинь, деньги не увидел. Я такой, рубашка, время, ключи, галстук. В смысле? А мы все задумались, почему Илья завис тому табло, да. И оказывается, можно, да, действительно, не увидеть, что справа. Есть один интересный хак. Подойдет также и для команды Айман и Адель. Правда, не все его могут использовать. Он называется периферийное зрение. Показываю. Бежишь и как бы смотришь сразу туда. Я не знаю, возможно это или нет. Мы просто дали фору. Не надо так оправдывать, пожалуйста, свои ошибки. Итак, 10 баллов за скорость эта команда не заработала. Но правильные ответы должны быть на табло. Много. Запонки, рубашка, конечно. Портмонет, деньги, брелок, ключи, зажим, галстук. Молодцы. 40 баллов вы заработали. Проходите к себе. Отличный. 40 баллов Слизерину. Да. Идет Гриффиндор. Совершенно верно. Это тоже очень хороший факультет. Там очень сильные волшебники. Да. И, дорогие Айманы и Адель, вам достался, благодаря суллифе мальчиков, вопрос о поэтах. Давайте посмотрим. Проходите сюда. К стартовой кнопке. Есть ли любимые поэты? Давайте начнем с этого. Ну, я очень любила в юности, когда была очень драматичной, Ахматова. Так, замечательно. Потом перешла на более экологичную Цветаеву. Хорошо. Потом Асадов. Ого. Ну, так, чтобы, я просто боюсь, я не знаю, кто здесь будет. Айман подготовлена хорошо к этому вопросу. Представительница прекрасного пола. Айман называла поэтесса. А у нас вопрос именно о поэтах. И не только поэтах, но еще и известных личностях, конечно же. С правой стороны появляются их фамилии. Пушкин, Секулин, Шекспир, Наваи, Жумабаев и Маяковский. А слева, внимание, вопрос имена. Просто нужно собрать пары. Ух. Три, два, один. И поехали. Первое имя, которое появляется на табло. Алишер. Алишер, быстрее, быстрее, быстрее нами время. Так, Алишер, куда, куда отправляются? Так, так. И дальше следующая табличка для Адель. Это Макжан. Так. Куда поставит у нас Адель Макжана? Сама, сама должна принимать решение. Дальше Уильям. Так. И последняя табличка. Должны успеть, Александр. Так, так, так. И, и, и. Еще. Вау. Вау. Я не знаю. Да, Алишер пошел, мне больше не подошел. Ну, я не знаю. Как не знаете? А у вас был вид таких вообще очень... Мы так, методом дедукции. 10 баллов за скорость девчонки заработали. Круто. Давайте поаплодируем. Молодцы. Александр Сергеевич Пушкин. Уильям Шекспир. Алишер, давай. Макжан Жумабаев. Не, я помню. Я тоже поняла, что это не Маяковский Макжан. Я была уверена точно. Но и не Жумабаев. Так что. Метод исключения тоже классно работает. У нас в игре девушки продолжают. С шикарным результатом. 100 баллов заработали. Мужчины, тем не менее, совсем рядом. 90. И мы переходим в следующий раунд. Наши команды обе заряжены на результат. Собственно, посмотрев на табло, это можно увидеть. Ни одна из команд не собирается уступать. Ну, буквально пару слов. Илья, Пархат. Илья, если говорить о работе, об актерском мастерстве, как ты думаешь, что самое главное в этой работе? Это работа? Многие люди думают, что это легко. Это не так. Давай развеем этот мир. Тут надо понимать, работа актера в кино или работа актера в театре. Это абсолютно разные профессии на самом деле. И я, как больше театральный актер, скажу то, что самое главное – это понимание своей профессии. Понимать, что ты делаешь, зачем ты делаешь и для чего ты делаешь это. Очень хорошо. Скажи, пожалуйста, мы знаем очень много примеров и в Казахстане, и за границей, когда театральные актеры становятся замечательными, еще и киноактеры. Но разница все-таки очень большая. Просто в кино совсем другая специфика. И то есть, допустим, театральный актер, придя в киноиндустрию, ему будет очень сложно поначалу, потому что он, так сказать, запрограммирован на другое совсем. И поэтому то же самое киношный актер никогда не сможет прижить в театре. Думаешь, вот никогда-никогда? Не, ну опять же, бывают исключения. Бывают театры. Ну, а это именно что исключение, ты прав, совершенно верно. Хорошо. Пархат, если говорить о сценарной работе, да, у меня тоже были какие-то определенные опыты. Вот что здесь самое важное? Давай я предположу, это начать. Нет? Самое страшное смотреть на белый лист. Итак, девушки, Айман, Адель, наши промежуточные лидеры, и они выбирают категорию. Это заработанное ими право. И интересно, что вы выберете. Садовый инвентарь или казахстанские певцы? Я не знаю ни того, ни другого. Наверное, я даже больше знаю садовый инвентарь. Хорошо. Казахстанские певцы. Адель, а ты? А, несмотря на то, с какого времени? А казахстанские певцы какое время? Ну, более-менее там где-то... Где? Хотя я не знаю, не знаю. Где-то рядом. Где-то рядом? Я, конечно, Хайрат Нуртаса никого не знаю. Хайрат Нуртас, да? Смотрите, это выпуск. Итак, давайте, нужно решать. Ну, певцы хорошие категории, не считаю. Садовый инвентарь. Садовый инвентарь выбирают. Тут у нас есть шанс на один правильный ответ. Хорошо. Грабли. Это лопата. А с именами просто, пальцами в небо. Садовый инвентарь для девушек, казахстанские исполнители для мужчин. И по двуцвету это наша студия. Айман Адель проходит к стартовой кнопке. Так, что ты делаешь? Садовый инвентарь. Ты меня назвала грабли. Лопату. Лопату. Чапку, знаю. Слушай, по-моему, ты все, уже готова к этому вопросу. Так, мы хорошо обсудили огород с девчонками. Теперь давайте посмотрим на правую сторону табло. Там появляются, ну, скажем так, процессы предназначения того или иного вида инвентаря. И это обрезка, выкапывание, прополка, рубка, разрыхление и поливка. Готово? Три, два, один, поехали! Первая табличка, которая появляется для Аймана табло. Секатор. Что им делают? Так, 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 так. И дальше следующая табличка. Топором. Топором что делают в огороде, в саду? Так, отлично, прекрасно. Дальше. Тяпкой. Тяпкой. Что делают? Это очень важный вопрос. Так, и дальше, 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 дальше. Лейкой. Это вопрос на скорость. И молодцы! Ну, успокоились. И только сейчас звучит финальная сирена. Браво! Это просто у котятка. Не выкапывание, точно. Или разрыхление. Ну, либо-либо. Сейчас посмотрим, да. Насчет спокойно возвращаться я бы поспорил. Мне кажется, лучше бежать прямо обратно. Только мне пять секунд еще было. За пять? Ну, а, если прямо, так сказать, от бедра. Хорошо. Итак, 10 баллов за скорость девушки заработали, это здорово. Теперь секатором обрезают. Тяпкой все-таки в первую очередь занимаются пропалыванием. Молодцы! Топором рубят, лейкой поливают. Я в огороде работала. Я знаю, что это такое. Аташка. Я туда посылаю Аташки, потому что у меня в огороде работают в детстве. И вот сейчас, кстати, очень интересно. Вот дети, которых отправляют, типа, ау, а, или там что-то поделать, они там, ммм, не пойду. Надо! Нет, я кайфовала, я даже кизики делаю. Что-то мальчик, знаешь, что такое кизики? Конечно. Никого не удивишь. Возвращайтесь к себе, девушки, и вы идете не просто в сторону финального забега, вы идете в ариапак так называемых наших супер игроков. Это команды, которые набирают 180, 190 или 200 баллов. А у нас потом будет такой супермаркет с призами, как в Польшей, где мы можем купить на баллы что-нибудь? Вот это хорошая история. Я думаю, что в специальной серии игр мы это сделаем. Сегодня нет. А то женщины, знаешь, как мотивируется, что подарки будут? Ну, деньги тоже неплохо, а вы уж потом сами разберете, что с ними сделать. Но сначала надо выиграть мужчин. Они к этому еще не готовы, они не сдаются. Вопрос для Афархата и Ильи. Проходите, пожалуйста, к стартовой кнопке. Ильи посвящен казахстанским исполнителям, которые родились в 20 веке. Есть исполнители, которые вам нравятся или памятные. Не обязательно 20, может, наши современники. Казахстанские? Да. Нет? Нет. А как же Баттерхан Шукенов, например? Это же классика. Да, я как раз о классике говорю. А я про поп-сцену думал. Так, хорошо. Давай классиков. Шукенов? Да, хорошо, замечательно, прекрасно. Илья, добавь что-то к списку. Ну, давайте Розу Рымбаеву. Роза Куанышнас. Замечательно. А Розе Куанышнас, я могу сказать, она в них вроде такой неофициальный, такой, я не знаю, аватар, символ нашей игры. Буквально в каждой второй передаче каким-то образом... Может, я цитирую? Цитирую, да и вам просто повезло. О ней возникает... Я цитирую, это хорошо. Да, да. Давайте будем смотреть, появятся ли Рымбаева, Шукенов на табло. Поехали. Фамилии замечательных исполнителей Казахстана. Искалиева. Жумадилов, Шунусова, Абдулин, Яралиева, Сиркибаев. Ну, в разных жанрах. И слева их имена будут появляться. Нужно собрать правильные пары на табло. Готовы? Нет. Спасибо за игру. Ты первый. Три, два, один. Поехали. Первая кнопка для Фархата и первое имя Нурлан. Так. Нурлан, 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 Нурлан. А куда? Быстрее. Нужно быстрее принимать решение. Так. Дальше. Следующая табличка. Это Бахаджан. Так. Бахаджан куда отправляется? Быстрее, быстрее, быстрее. Так. Дальше. Очень интересно. Дальше. Нагима. Так. Ну-ка, 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 ребята, давайте. И следующая табличка. Илья, молодец. Мадина. Мадина. Куда? Ну, поставь. Да. Нет. Самое классное это было Бахаджан Яралиева. Да. Ну, кстати, такое может быть у нас в Казахстане. Да. 10 баллов за скорость, к сожалению, ребята не взяли. И теперь смотрим на правильный ответ. Нагима Искалиева, конечно, ответ правильный. Нурлан Жамадилов. Нет. Мадина Яралиева. Вообще, да. Но это было уже после финальной сирены. Бахаджан Сиркибаев, конечно, нет. Так. Ну, давайте помогайте мне теперь. Вспоминайте. Нурлан Абдулин. Замечательный Нурлан Абдулин. И прекрасный Бахаджан Жамадилов. Нурлан Жамадилов. Так. Ну, конечно, да. Давайте вместе. Бахпал Жумысова. Бахпал Жумысова и Ермек Сиркибаев. Что? Вот, все. Молодцы. Проходите к себе. Чуть-чуть ошиблюсь. Еще не все потеряно. Очень близко. Маленький призрачный шанс у вас дотянуть до истории под названием «Дополнительный вопрос». Правда, для этого должно произойти очень много интересных факторов, которые будут нам известны в следующем раунде. Командам нужно немножко передохнуть. Сразу после большой рекламной паузы мы продолжим нашу программу. Привет. Мы не сможем зарабатывать, обманывая людей. Личный бренд не надо строить. Так. Его не надо создавать. Личный бренд – это и есть вы. Проблема многих людей с самоидентификацией в целом в жизни. Они хотят личный бренд строить в социальных сетях, а там нужно знать, что транслировать. А если ты не знаешь, кто ты, то как ты сможешь это делать? Поэтому, если вы хотите построить личный бренд, который у вас есть, он у нас у всех есть в личной жизни, мы знакомые по работе с коллегами, соседями, и все имеют какое-то о нас мнение. Так вот, преимущество социальных сетей, что ты там можешь выбрать, какое мнение о себе создавать. На самом деле, это инструмент, который можно использовать в любой профессии. И чтобы его строить, не нужны никакие деньги на начальных этапах, никакое специальное образование. Просто немножко саморефлексии и причинно-следственные связи проследить. Почему? Что? Как это? Спасибо большое. Действительно, это отдельно. Можно просто продавать как урок. Можно, можно. Приходите на консультацию. И на самом деле, ты сейчас как бы такой мостик провела в сторону Адель. Мы уже говорили о том, что понять, чего ты хочешь на самом деле. Давай теперь следующий шаг, теперь уже к завершению программы. И так человек понял, чего он хочет. Что дальше? Дальше мы проводим самое первое, как я называю, это chemistry call. То, когда мы с человеком понимаем, подходим ли мы друг к другу, то есть подходит ли человек ко мне как клиент, и я ему как терапевт. И это единственный момент, где человек может задавать вопросы мне, так как начиная нашу терапию, вопросы задаю только я. Но сама суть, чтобы создать для человека безопасную сферу, чтобы он мог открываться. И разница от психотерапии в том, что человек сам приходит со своими запросами. То есть не как в терапии я начинаю задавать определенные шаблонные вопросы и давать какие-то наставления, домашние задания, а человек приходит ко мне с запросом, чего он хочет, как, с какой скоростью. Потому что, проживая по-разному, мы можем себя чувствовать на каждой терапии. Когда-то мы хотим поинтенсивнее, когда-то мы хотим помедленнее. И в зависимости от этого я помогаю человеку. Спасибо большое. И буквально по одному вопросу Илье и Пархату. Илья, если говорить о дубляже, это для тебя любительская история? Или ты думаешь, что это все-таки сейчас станет часть финансовой твоей инкама твоего? Ну, давайте так. Финансовая это сложно назвать, потому что, я считаю, есть мэтры дубляжа, кто реально может сказать, что у них финансовая составляющая, у меня больше любительская. Хорошо. Ну, это же вопрос практики. Вопрос практики, вопрос времени, да. Ой, я могу после программы рассказать, как это приоритет финансовую модель. Замечательно, прекрасно. Спасибо большое. Фархат, мы знаем тебя не только как замечательного автора кино, но еще и прекрасного замечательного стендапера. И как твой, ну, если говорить о хобби, да. У меня есть, вот у меня лично много друзей, которые хотят пойти в стендап, потому что они знают, что им есть, что рассказать, они владеют языком. Но почему-то первый шаг сделать не могут. Ты как человек, который уже эти первые шаги сделал, что бы порекомендовал? Написать материал для начала. И просто его катать, ну, ходить по заведениям в открытый микрофон. Пусть пробуют, читают, редактируют сами себя после. Только так. То есть именно по тому, как реагирует публика. А если тебя свистают первый раз? Ну, что поделать, значит, это свистает, значит, надо переписать, пересмотреть. Спасибо, спасибо. Итак, команда синих выбирает категорию. И это юрта или изобразительные искусства? Юрта. Юрта! Хорошо, замечательно. И по нашим правилам первая начинает та команда, у которой меньше баллов в четвертом раунде. Это Пархат Илья. Им вопрос на тему изобразительного искусства. Проходите сюда. Мне кажется, он не такой страшный, как может быть. Сейчас будем разбираться. Техники изобразительного искусства. И справа материалы появляются. Давайте посмотрим на табло, которое используется в той или иной технике. Вода и краска, перо, стекло, штукатурка, карандаш и клей. А слева, собственно, эти техники, нужно собрать правильные пары на табло. Готовы? Да. Три, два, один, поехали! Первая табличка, первый ответ. Акварель. Это буквально разминка. Илья, быстрее так дальше. Следующая табличка. Пархату достается мозаика. Так, куда он отправит мозаику? Так, дальше. Следующая табличка. Это фреска. Фреска, фреска, фреска. Должен, должен успеть. Так. И сюда, сюда. И дальше декупаж. Так, 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 и... И... Молодцы! Я не знаю. Я не знаю. Да. А, давайте... 10 баллов вы не взяли за скорость, хотя они для вас очень важны. Но, тем не менее, это забег почета и, конечно же, правильный ответ. Акварель, вода и краска. Верно! Молодцы! Потом была такая правка, которую вносил Илья, как человек, который увлекается рисованием на холсте. Но, к сожалению, в итоге, если говорить об основах, не совсем правильно. Фреска, стекло, мозаика, штукатурка нет. А декупаж и клей ответ верный. Молодцы! Супер! И вот здесь, Илья, все-таки, вот, да, если об основе фреска в таком материальном виде, мозаика здесь. Да, бывает, конечно, и наоборот, но если в основе говорить, то речь идет именно об этом. Спасибо обеим командам. Я повторяю. А что, после того, как ты прав, а он тебя поправил, а в итоге ты, в общем, ты типа, да я же говорил! Или как ты поступаешь? Да нет, на табло посмотрите, уже это баланс-то решило бы. Так что не страшно. Хорошо. Я почему-то прям помню с детства на стекле фреска. Я такой, фреска, стекло, все. Ну, наверное. В памяти как-то отложился этот шаблон. Ну, знаешь, если говорить о работах, там, не знаю, да Винчи, например, или Рапаэля, то все-таки фреска – это вот то, что как бы на стенах, да, условно. Итак, проходите к себе, и девушек ожидают очень важный забег, очень интересный вопрос о юрте. Давайте пройдем к стартовой кнопке. Что-нибудь припоминаете из там? Ну, вообще, мы хотим не только проверить свои знания по юрте, но и понять, где нам нужно углубиться, потому что нам сейчас обеим очень это интересно. И в прошлом году у нас был незабываемый опыт проживания в юрте. Очень красивый. Такой юрты больше нет в Казахстане. Это юрта у нашего друга. И просто сколько там всего было, мы так прониклись. Тем более мы сейчас обе живем не в Казахстане больше часа времени. И у нас тянет, мы изучаем. Все тут поймем, что о юрте нам нужно узнать. Отлично, прекрасно. Ну что же, будем разбираться с юртой. Итак, с правой стороны появляется, ну, скажем так, для чего предназначение или конкретные названия частей юрты. Это купол, стена, жердь, покрытие, хранение и входная дверь. Девчонки пошептались и готовы к забегу. Слева их названия конкретные на казахском языке. Три, два, один, поехали! Первая табличка. Береги, куда отправляется? Быстрее, быстрее, быстрее. Береги, это, по-моему, достаточно легко. Так, следующая табличка. Это Шанарак. Шанарак у нас куда отправляется? Так, дальше. Еще, ага. Еще одна табличка. Еркенек уже посложнее. Я не знаю слова. Так, так. И нужно быстро принимать решение. Время. Нужно работать на скорости. Табличка для Адель. Кошмар, кошмар. Так, 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 так. Давай, давай. Проблема, что мы не знаем слова. Вот что нам нужно обратить внимание. Учить казахский язык. Да. Так что мы знаем, для чего все нужно. И вы знаете, мне кажется, вот вы как будто бы немножко испугались. Вначале не так сложно, и сейчас посмотреть. Мы на самом деле знаем все, для чего все в юрте, и что с этим делать. Мы не знаем казахский. Не знаете название конкретное. Хорошо. Шанарак. Ну, давайте посмотрим. Шанарак знают девушки. Молодцы. Это правильный ответ. А тогда мы наугад. Кошмар нет. Кириге нет. И Еркенек тоже нет, к сожалению. Так, и теперь будем разбираться. Покажи нам. С удовольствием покажу. Так, Еркенек. Речь идет о входной двери. И кошмар. Здесь не обязательно знать казахский. Это все-таки, ну, как бы то, что на полу. Ну, я думала, что из чего сделала стена. Все, я не так. Покрытие это же не стало. Кириге, вот как раз это вот эти самые, да, деревянные стены, которые уже потом покрывают, например, коврами. Аплодисменты девушкам. Они очень старались. Молодцы. И сейчас очень важно, сколько они заработали баллов. 10 в этом раунде. 160 их результат. Аплодисменты Аймана. Аплодисменты Адель. Проходите к себе. В Ариапак супер игроков вы не попали, но мне кажется, мы с вами еще увидимся в этой студии обязательно. Аплодисменты отдельные Илье и Фархату. Они очень старались. Команды пожимают друг другу руки. Илья, Стопель, Фархат, Тухтиев, к сожалению, уходят уже из нашей студии. Большое спасибо. А Айман и Адель остаются, потому что они прошли финальный забег, где их ожидает денежный приз нашей викторины. Дорогие друзья, аплодисменты замечательной команде Айман и Адель, на мой взгляд, они все равно у нас в Ариапаке супер игроков, потому что разорвали в пух и прах, прямо скажем, соперник. Мы старались. Поэтому настрой очень важен на результат. Правила финала телевикторины «Бегом за деньгами». На игровом поле расположены 8 ячеек по 4 с каждой стороны. На столе ведущего 8 табличек, которые он поочередно выдает участникам финального забега. Задача игрока — определить, какие 4 плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалистов есть 60 секунд. Итак, мы в финальном забеге. И давайте шаг к номер 1. Перед вами два табло — синее и красное. Выбирайте одно из них. Синий или красная таблетка? Матрица опять. Красная эта была. И фильм была у красной. Красная. Хорошо. Давайте посмотрим, что появляется с красной стороны. Там появляется осеннее. Вот как интересно. То есть то, что имеет отношение к осени. Что именно мы узнаем чуть позже. Теперь кто будет бегать? Кто подсказывает? Я бегу тебе. Тогда Айман к старту. Адель здесь с этой стороны. Я буду подавать Айман табличкой. У нее целых 60 секунд. 4, которые про осенние с правой стороны, которые не про осенние с той стороны. Ты прям можешь и должна, наверное, подсказывать. Хорошо. Хорошо. Готовы? Да. 3, 2, 1. Поехали. Первая табличка. Тюльпаны куда отправляются? Так. Нам нужны аплодисменты для этой команды. Георгины. Георгины. Так, 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 так. Быстрее. Давай ставь уже куда-нибудь. Так, хорошо. Дальше. Гладиолусы. Гладиолусы. Так, 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 так. Дальше. Да. Так. Восенние пошли. А вот сирень. Весна. Так, окей. Дальше. Ландыши. 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 Да? Нет. Так. Потом, потом, потом. Ставь. Ставь. Ирисы. 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 Так. Ирисы. Ирисы. А тогда убираю. Тогда убираю. Что я? Так. И. 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 Вот. И. И. Забирай последнюю табличку. Ландыш. Давай. Хризантема. Хризантема. Цветочные магазины современные, которые круглый год имеют разные цветы, забуду ли меня? Они любят пионы. И вопрос, пионы осенние? Пионы? А можешь последнюю табличку поставить? Пионы цветут один раз в год, я точно знаю. А вот когда? Кстати, недавно, значит, весна. Начало-начало ли? Весна-весна. Пионы весны цветут? А нет, весны, да? Ну, по крайней мере, поставка в Казахстан точно весной. Аплодисменты, тем не менее, этой команде. Девушки очень старались и, к сожалению, немножко не уложились ни по времени, ни по ответу. Вот сейчас, когда я спокойно выдохну. Не знаю я. Вам не кажется, что Ландыш точно как-то очень странно? Он не должен. Ну, вот я Ландыш весной хотела. Да, так и надо было и поставить. А, да, дадима. Итак. Да, ты сказала, нет. Самое интересное, что вот только в Ландыше была на самом деле проблема. Ландыш отправляется вот сюда. А что? А Георгин. Георгин вот сюда. Так. А все остальное было правильно? Да. А, прикольно. Я помню, хризантемы в школу носили, значит, осень. Я ничего из этого не знаю. К сожалению, 100 тысяч деньги девушки не выиграли, но у меня есть вам предложение бонусной игры. Мы 30 тысяч сыграем. Итак, давайте сначала. Осенние цветы. Да. Окей, разные. Смотри, сирень, фиолетовый, тюльпан тоже могут быть фиолетовый. Или это фиолетовый. А Ландыш какой? Он белый, он белый, маленький, и начало весны. Так. Значит, это весна. Сирень тоже начало весны. Весна. Тюльпан тоже весна. Весна. Хорошо, давайте попробуем ответ, что это цветы весенние. Давайте посмотрим на табло, что у нас там появляется. И правильный ответ. Да, совершенно верно. Это цветы, которые в первую очередь весенние. 30 тысяч деньги, утешительные бонусы, приз этой команде, тем не менее. И прежде чем попрощаемся, рекомендации другим игрокам, которые будут после вас. Айман. Доверяйте своей интуиции. На самом деле мы все знаем, просто не знаем, все знаем. Вот. Это очень хороший совет. Адель. Учите казахский язык. Спасибо большое. Дорогие зрители, специально для вас девушки давали такие конкретные подсказки. Для вас же номер в WhatsApp, который вы видите на экране. Пишите туда, редакторы нашей программы с вами свяжутся. Я надеюсь, в итоге мы познакомимся с вами и сыграем Викторину Бегом за деньгами. Огромное спасибо этой команде. Вам большое спасибо за то, что были с нами. Пока. Всего доброго. Увидимся на хабаре совсем скоро. Молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok